Если в 1999 году инфляция была более 36%, и говоря уже об экономическом украине 1998 года, то в 2010 году инфляция составила 8,8%. Самый низкий для России показатель инфляции за последние 20 лет – это прямой результат ответственной экономической политики. В целом, в ряде отрасли экономики и в социальной сфере видны позитивные перемены и перспективы, например, рост рождаемости и снижение смерти. 10 лет назад население страны сокращалось почти на миллион человек ежегодно. Страшная цифра. А по итогам прошлого года уже в 24 субъектах российских и расх отмечены естественные приростные средства. Среди них есть регионы Киев-Рассии, Сибирские и Дальневосточные. Я надеюсь, что список таких регионов будет пополняться, потому что работают меры по снижению смертности и стимулированию рождаемости. Улучшается социальная самочувствия. У людей есть уверенность в запрещенном дне. Многодетные семьи должны быть нормой не только в Южных республиках. Это одна из традиций русского народа, который обязательно нужно возрождать во всем регионах страны. За 10 лет вдвое выросли объемы жилищного строительства до 60 миллионов квадратных метров в год. Строить больше просто необходимо. Нужно получать доступность к жильям. А это важно прежде всего для молодых семей. Есть результаты, безусловно, и по другим областям. Скажем, экспорт машин и оборудования с 2000 года до момента начала мирового экономического кризиса вырос в 2,5 раз. Это показывает, что наши товары вполне могут быть конкурентоспособными и спрос на них в мире есть. Безусловно, говорить только об успехах нельзя. Не для этого мы проводим съезд. Мы не имеем права забывать о множестве проблем и о многих вознивших и о тех, которые нам с вами не удалось решить. Именно нам с вами, потому что, став в 2003 году правящей партии, партии парламентского большинства, мы заявили о своей политической ответственности за положение дел в стране. Впереди новый этап. Нужно убирать барьеры, мешающие стране развиваться. Именно на это обращала особое внимание «Единая Россия» при подготовке народной программы. Наша программа, это принципиально важно, основана на идеях наших избирателей. Людей, которые хотят благополучия для своих детей, процветания для своего города, поселка или села. Людей, которые хотят любить Россию введить. На мой взгляд, важнейшая задача, задача, которая стоит в России уже много веков, это земельный вопрос. У нас огромная территория. Однако и у предприятий, и у граждан постоянные трудности с доступом к земельным участкам. Чтобы показать масштаб проблемы, скажу, что по экспертным оценкам не расхраничено право собственности более чем на 50% государственных земель. При этом многие организации и предприятия явно занимают избыточные площади и территорию. В числе наиболее крупных землевладельцев, кавычка, конечно, у нас и Министерство обороны, и, например, Броссельхозакадемия, в которой порядка 5 миллионов гектаров земель. Чтобы понятно было, что это значит, это сопоставимо с площадью Орловской и Либельской областей вместе снято. Мы будем прочесть процедуру передачи неиспользуемой земли под проекты, связанные с разведением. И мы будем делать это законодательством. Два месяца назад, вступив в силу инициирования «Единой России» и закон, который позволяет им работать земли, сельскохозяйственного назначения у собственника, если он не использует их для аграрного производства в течение трех лет. Этот закон должен работать. Предлагаю подумать и над тем, чтобы устранение вреда причиненного самой земле заходы простоя тоже вложилось бы на бывшего собственника. Нельзя прощать безалаберного и бездушного отношения к российской земле. Мы не случайно посвятили сегодня одной из секций вопросов продовольственной безопасности. «Если в 1992 году зерновые культуры в России сеяли до 62 миллионов гектаров, то сейчас размер площадей упал до примерно 47 миллионов гектаров. Последствия расслепывали до сих пор. Так, импорт продовольствия, если хоть сырья в прошлом году, превысил 1 триллион рублей. А ведь Россия может не только себя полностью обеспечить. Кризисные явления на мировом продовольственном рынке – это общая для всего человеческого проблема. Но это еще и новые возможности для России, которая будет играть все большую роль в мировом развитии. Так и будет, если мы будем относиться к земле как надо. Пока же, например, при дорожном строительстве выкуп земель занимает до 5 лет, то есть гораздо больше самого строительства дорог. На местах постоянно возникают проблемы при попытке расширить границы населенных пунктов. И это при том, что земли и поселения занимают всего больше 1% на территории России. Россия не вынуждены буквально плетиться на крошечной части собственной страны. Наконец, вся эта неразберинка решает притоку инвестиций. Попытки получить землю под предприятия блокируются бюрократами, нередко в случае и от кроветного помогательства. Значит ли это, что ситуацию невозможно истенить? Конечно нет. Есть пример Белгородской области. Здесь при значительных объемах жилищного строительства, а в 2010 году было 0,79 квадратных метра на человек. На долю домов, построенных индивидуальными застройщиками, приходится 77,5% нового жилья. Значит, вопросы землей решаемы. Надо лишь рассматривать их как реальный приоритет и плотно этим заниматься. Эта рекомендация относится к органам власти всех уровней. Если она будет соблюдаться, в середине десятилетия мы обеспечим ежегодный год 100 миллионов квадратных метров жилья. При этом долю малоэтажного строительства надо довести до 60%, чтобы люди имели возможность жить на своей земле, используя всю территорию камней. Хватит вознять уже задыхающиеся метаболисы. Еще одна важнейшая задача – энергобезопасность. Казалось бы, неожиданный вопрос для России. Ведь мы в числе лидеров по производству нефти, газа, электроэнергии, угля. Однако, если говорить о доступности ресурсов для предприятий и граждан, картина будет не совсем рано. Так, стоимость подключения к основным плагам цивилизации, таким как электроэнергия, в России выше, чем в других развитых государствах, примерно в 40 раз. Говорить о доступности в таких условиях сложно. Думаю, что сегодня мы во многом пожинаем плоды деятельности РАО ЕС, которая паразитирована на мощностях и сетях, полученных по управлению от государства. Это того, чтобы инвестировать в их развитие. Другая сторона проблемы – рост цен на ресурсы. Только за прошлый год у людей ЖКХ подорвали на 13%. Если же смотреть по компонентам, то иногда емкие составляющие – отопление, горячая вода, и так далее – дорожали еще сильнее. И это при том, что мы предпринимали серьезные усилия по торможению тарифов, которые, кстати, дали рисунный результат, ведь еще годом раньше рост был в полтора раза выше зарплата. Без малого – 20%. В отношении 2012 года решение о снижении роста тарифов, принято Владимиром Владимировичем Путиным, партиями, условно, были смотреть на места за тем, чтобы они неукоснительно выполнялись. И об этом сегодня шла речь на одной из наших секций, где обсуждалась ситуация в ЖКХ. Для России ключевое значение имеет большая энергетика, ведь за счет нефтяной отрасли наполняется порядка 40% бюджета. При этом Россия – глобальный поставщик, а это ответственность, но это, опять же, и возможно. Поэтому «Единая Россия» всегда показывала поддержку в реализации проектов труб, таких как Северный поток, Восточный Сибирский океан, Балтийская трубопроводная система. Укрепляя позиции страны как надежного партнера международной торговли, мы одновременно развиваем и наши территории. Совсем свежий пример – это Сахаринский газ, который впервые пришел в Приморье. Появился принципиально пьяной, завещал гораздо более экологичный вид топлива, причем по нормальным ценам. Кроме современной энергетики, Россия в 21 веке не обойтись без связи и телекоммуникаций. Задача стоит амбициозной, но, безусловно, решаемой. К 2015 году надо обеспечить людям возможность бесплатно смотреть не менее 20 каналов за счет программы развития цифрового телевидения. Также в середине десятилетия 60% жителей России должны получить возможность подключения к высокоскоростному интернету. И, безусловно, нам нужна новая индустриализация. Время пришло. Российская экономика. Российская экономика растет, создавая устойчивый спрос на промышленную продукцию, на машины и оборудование. По оценкам экспертов, в ближайшие годы энергетические компании будут инвестировать в развитие промышленности в среднем по 1 триллиону рублей ежегодно. Инвестиции нефтяных компаний тоже в среднем оцениваются в 1 триллион рублей в год. Постнаграмма вырушения на 10 лет – это 20 триллионов рублей. Я перечислю, пожалуй, самые крупные направления. Но есть и другие, и их немало. Скользь значительные инвестиции – это хороший шанс для развития машиностроения, для подъема заботок во всей территории страны, для новой индустриализации. Мы видим целый блок задач. Задач, которые можно объединить одной фразой – освоение семей России. Надо привыкать к тому, чтобы земля могла быть не просто кормили, а источником дохода для страны, для регионов, для каждой российской семьи. Эти и другие задачи мы сможем решить, реализуя народную программу, работая в рамках стратегии лидера партии и нашего президента. Для этого нужна приемность. Для этого нужно сохранить дочерство в парламенте. Мы понимаем, что «Единая Россия» не будет ведущей политической силой страны вечно. Но ведь сегодня нет другой партии, которая была бы способна заменить нас без угрозы, убительной для страны последствий. Давайте взглянем на наших оппонентов. Что они из себя представляют по сути? ДПРФ по-прежнему гордится преступлениями против собственного народа и хочет снова оторваться до власти, чтобы попробовать еще разок все однее запределить. Но ДПР предлагает, что угодно, кроме действительно либерального и демократического. Правое дело – последние СПС, которые, в отличие от всей страны, живут на статии по 90-м годах. А путь правого дела – безусловно усеять политическими другами, их лидерам и их последствиями. Справедливая Россия уже не знает, с кем вы объединиться, чтобы получить хотя бы один мантат. А это будет трудно сделать, потому что эсперанты не превращают обманы и предательства. Яблоко предлагает выделить, прислушиваться к этой ссылке, 14 триллионов рублей для жилищного строительства. Цель – плодая посредством в полтора раза превышать гражданой бюджет всей страны. Они, наверное, возьмут эти средства и собственные сгрежения. Оставясь еще до привода России, единственная партия, которая никогда не ошибается, наверное, потому что ничего не делает и ее просто не видно. Вот такое российское политическое многообразие. Поэтому мы просто обязаны побеждать. На сегодняшний день только единая Россия способна защищать из телеса людей и базовые ценности народа, без которых у российского проекта просто нет будущего. И мы побеждаем на местах, регионах. И я на себе сомневаюсь, что мы победим и на федеральном уровне. Продолжая работать для людей и для страны, мы будем вести и партийное строительство. Нужно сделать идеологию партии, критерия при принятии всех ключевых решений. Нужно сохранить проектный подход. Нужно продолжить практику предварительных голосований. Для кого-то это преграда, для кого-то трамплин. Достаточно будет посмотреть на персональный список кандидатов, которые мы будем обсуждать завтра. Предварительные голосования должны стать постоянным механизмом обратной связи. Для чего мы будем совершенствовать процедуры, повышать открытость, расширять число выборщиков, возможно, за счет преданов избирателей и граждан, не входящих ни в партию, ни в партнерские организации. Можно подумать и о том, чтобы использовать процедуру предварительных внутрипартийных голосований при ротации наших коллег на руководящих партийных постах. Отчет перед избирателями должен стать постоянной формой общения с людьми, а для наших депутатов не реже, чем ежемесячно. Мы продолжим дискуссии в наших политических клубах, что, безусловно, помогает партии в целом принимать верные решения и чувствовать свою силу в дебатах с все эти приоритеты, не только внутреннее дело Единой России. Это часть нашей общей ответственности за будущее политической и партийной системы страны. Уважаемые коллеги, Единой России нужна поддержка единого народа. Цели Единой России совпадают с целями каждого человека, который стремится принести пользу людям. Реализовать их – это прямая ответственность партии. Политическая платформа нашей партии имеет ярко выраженный социальный парад. Именно поэтому в создании народной программы принимало участие вся страна. Сегодня мы обращаемся к избирателям. Нужно реализовать народную программу, нужно развивать, чтобы укреплять Россию. Давайте делать это вместе, и тогда каждая новая победа будет нашей общей победой.